Всем привет! Представляю вашему вниманию видео со своими впечатлениями по поводу посещения Балтийского стрелкового центра, город Санкт-Петербург. В дни минувших новогодних выходных решил посетить данный клуб. Впечатления остались только положительные, и это только от стрельбы в 25-метровом пистолетном кере. Больше информации о данном заведении можно найти на сайте данной организации. Информация будет актуальна для жителей и гостей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Что конкретно понравилось? Очень доброжелательный персонал, грамотные инструктора. Все объяснят, покажут, расскажут. Пистолет достаточно современный, намного современнее, чем все эти пистолеты. У него фишки такие есть, которые разобрались тем же конструктором, который с Вальтером работал, поэтому они все тут судились, кто это украл. На самом деле это очень хорошо. Когда, смотрите, положение я взвожу, снял с предохранителя, вот я могу поставить, тоже не работает. То есть он снимает нажатием на предохранитель, снимает курок с боевого взвода. Но это как у Макарова получается. Нет, немножко не так. Здесь уже я ставлю сам на предохранитель, я ставлю сам на снятие с этого самого или на стрельбу. То есть, когда я стрелял с этих пистолетов совсем, я спокойно могу большим пальцем выкинуть магазин, и у меня палец остается на спуске, что не есть хорошо на самом деле. Здесь дополнительная степень безопасности. Когда у меня палец на спуске, я не могу выкинуть магазин никак. То есть мне приходится снимать палец со спуска, и вот я нажимаю. Лишняя степень безопасности вообще на пустом месте сделана. Здесь специальная площадка для пальца, на которую я ставлю. Мелочь, но достаточно большая мушка. Плохо, что... Хорошо, что регулируется целик, а плохо то, что мушка она вот такая вот вставная. На данной кассе она уже давно ходит зад-перед уже. Вот это минус. Плюс к тому же, что у них магазин... Магазин. Он работает и для 40-го калибра, и для 19-го. То есть он универсален. На Глоках пытались то же самое делать, но у них не совсем работает. Сняли предохранитель. Ну, не у всех. Здесь только практически УП ему нужно предохранитель будет снимать. У блока вообще на спуске, либо универсален. Сняли. Живили. Вторая рука жёстче. Правая расслаблена. Один палец работает, левая держит. Поймали мушку целик. Мягко, плавно нажимаем. Когда нажимаем, самое главное, что видите, он не дергается. То же самое. Нажатие 80% вашего выстрела. Не надо зацеливаться. Лучше хорошо нажать, чем отлично прицелиться. Естественно, понравилась стрельба из пистолетов. На группу можно брать не более трёх моделей. Не достались. Глок 35-й, 10-мм. Хеклер Кох, модификации ОСП. И спортивный Коэм. В процессе стрельбы узнал много нового и интересного по технике. Так, у нас... Ага, вот где-то. Десятка, вот она. Да, вижу. Это интерполовское решение. Чем она хороша, что не видно. То есть человек на десятку не отвлекается. Ваша задача чётко точку мушки. В середину примерно выводить. Я понял. Всё. Ниже. То есть вы нажимаете, выстрел пошёл, потом идёт отдача через 0,07 секунд, конкретно на Макарове. Пуля прошла 2 метра. А когда мы думаем о моменте отдачи, мы до... Даже не в момент выстрела, не стейте себе. До момента выстрела мы делаем вот это движение. Компенсатор как-то. Да? Всё. С этим можно бороться только одним. Не думать о моменте выстрела. Двумя выстрелами решили все проблемы со всеми. Первым выстрелом ей в лоб. Потом в него тоже хороший выстрел, он тоже не молчался. Я её чувствую. Вы сдали 5, вы сдали... Не сдали 2. Потому что как дёргаешь, вот целишься сюда, а дёргаешь аж ей в лоб. Вот что такое дёрнуть. Ждать момент выстрелы. Скажем так, развлечения для тех, у кого есть желание, время и определённое количество денег. Развлечения не из самых дешёвых. Платить нужно за патроны, но не менее 20 штук за один раз. В стоимость патрона входит аренда тира, оборудование и услуги инструктора. Молоко. Последним, да. Для пистолетов стоимость варьируется от 20 до 55 рублей за патрон. На мой взгляд, удовольствие того стоит. Если ниже, то значит дёрнули. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Спасибо за внимание.